Привет! Мы снова на электроэнергетическом факультете. И сегодня мы будем знакомиться с профессией инженера-энергетика. С этим мне поможет ассистент кафедры теоретических основ электротехники Максима Степаненко. Здравствуйте, Максим Алексеевич! Ну что, пойдемте? Пойдемте! Еще во время первого визита на факультет я поняла, что спрос на технических специалистов в энергетической отрасли высок как никогда. Но чтобы карьера у молодых специалистов сложилась успешно, необходимы фундаментальные знания. Первая дисциплина, которую осваивают будущие энергетики, теоретические основы электротехники. Здесь студенты изучают методы расчета электрических цепей, моделируют их и исследуют на практике. А еще проводят анализы процессов, протекающих в различных электроцепях. В этой лаборатории студенты во внеурочное время могут себя попробовать как исследователи, как экспериментаторы и как создатели новых идей и новых проектов. В лаборатории мы встретили Кирилла Фалько. Он в 2011 году закончил школу села Заветное и с легкостью осуществил свою мечту поступить на электроэнергетический факультет. С первых же дней в университете юноша начал активно заниматься наукой и уже показывает отличные результаты. Сейчас я учусь на третьем курсе, вхожу в студенческое научное общество факультета. Два месяца назад я участвовал в конкурсе «Умник». Я держал там победу, выиграл грант на свои разработки. Студенты могут попробовать свои способности к созданию инноваций, занимаясь в специальных научных кружках, созданных на факультете. Например, в студенческом конструкторском бюро. Само название студенческое конструкторское бюро, оно подразумевает разработку каких-то технологий, и разработку конкретных конструкций, каких-то устройств, которые в дальнейшем будут использоваться в сельскохозяйственном производстве. То есть непосредственно прикладное исследование. В последние годы процесс обучения претерпел значительные изменения. Так, теперь учебный процесс плотно сопряжен с информационными технологиями. Применяются специализированные пакеты программ, такие как Маткат, Матлаб, Лабвью, которые впоследствии им пригодятся при проектировании и использовании информационных систем, систем управления различными технологическими процессами. Вот, вот, в основном связаны с их будущей профессиональной деятельностью. Модернизация производства, внедрение инновационных технологий – все, на что делает ставку руководства страны, сейчас в руках молодых амбициозных инженеров. И государство готово их поддержать, в том числе и материально. Для этого выделяются гранты и работают стипендиальные программы. Александр Гурковский, к примеру, обладатель сразу двух именных стипендий – губернатора и президента. Кстати, сумма президентской стипендии увеличивается для тех студентов, которые учатся на одном из приоритетных направлений подготовки. И электроэнергетика входит в их число. На Северо-Кавказском форуме «Машук» я выиграл конкурс молодежных проектов, где получил грант в размере 300 тысяч рублей на развитие своего проекта. Мой проект называется «Универсальная автоматизированная система контроля и управления параметрами технологических процессов». На сегодняшний день реализация проекта продолжается, и мы не собираемся останавливаться на достигнутых результатах. Мы разрабатываем средства удаленной индикации, которые позволяют получать информацию из датчиков, преобразовывать ее и управлять технологическими процессами. Благодаря опыту и знаниям, полученным на факультете, многие старшекурсники совмещают учебу и работу. По словам преподавателей, это самый эффективный способ перехода из вуза на производство. Через 2-3 года студент становится первоклассным специалистом. На сегодняшний день, в общем-то, инженеров хороших, квалифицированных инженеров, у нас сегодня не хватает. Об этом говорит президент, об этом говорят все наши руководители, в том числе наш ректор Владимир Сталзачев. Действительно, сегодня хороших кадров, квалифицированных, у нас не хватает. Естественно, эта профессия, она денежная. Сегодня в среднем инженер-энергетик на производстве получает минимум 50 тысяч рублей и выше, в зависимости от твоего стажа работы, твоей квалификации. Многие ребята, которые выходят на защиту своих дипломных проектов, диссертаций, это бакалавриат, магистратура, они выходят уже со стажем работы. То есть, в общем-то, на факультете и в университете созданы большие возможности как для получения хорошего, качественного образования, так и для такой серьезной самореализации, как в творческом плане, так и в плане научных исследований. Если к возможности самореализации добавить уровень материально-технической базы и преподавания, становится понятно, почему так востребованы выпускники вуза. Тем более, что в отрасли остро стоит проблема кадрового голода. Голод ощущается на всех предприятиях. Нехватка высококвалифицированных инженерных кадров – это большая проблема. Нужна не только теоретическая подготовка, но и практическая подготовка на местах. Именно практическую подготовку студенты и получают во время практики на предприятиях теплосети. А многие потом остаются там и на работу. Энергетика сегодня играет все больше.